Южная Корея, второй Беларусь, третий Иран, четвертый Бразилия, пятый судейский стол Шри-Ланга. Движемся дальше. Седьмой поединок сегодняшней сессии соревнований. Эверисто Муленго из Замбии, сейчас он на ваших экранах, в модной кепке, против Хамара Харху из Монголии. Эверисто 22 года, его рост метр шестьдесят семь, и в 2019 году на всефериканских играх становился бронзовым призером, также добрался на Олимпиаду в Токио, выиграл в Дакаре африканский квалификационный турнир, но в первом же поединке на Олимпиаде проиграл бойцу из Колумбии, прозрадельным. Счетом 3-2 тренуется под руководством Ричарда Банды. Ну и также еще боксировал на чемпионате Голдкост Золотого побережья в 2018 году, но и в итоге проиграл во втором поединке. Голдкост Золотого побережья в 2019 году, он стал бронзовым призером, также является чемпионом универсиады в Казани, побеждал на многих турнирах международного значения, участвовал на летней Олимпиаде в Рио, но там остался без медалей. В 2018 году стал серебряным призером открытого чемпионата Индии в Дели, также на азиатских играх в Джакарте дошел до четвертьфинала, и уступил тогда Миризбеку Мирзахалилу. Но в 2019 году взвал бронзу на чемпионате Азии в Бангкоке, о чем я уже говорил. Кстати, в универсиаде в Казани в 2014 году он в том числе и выиграл у Миша Лояна в финале. В целом, достаточно хорошая пара спортсменов. И принимал участие Пархол на Всемирных военных играх в Ухане в 2019 году. Дошел до финала, но проиграл Увику Аганесяну. Замечание на то, что работал кто-то по затылку эгористому Ленго. Прямо, да, прихватил руку на выходе, очень хороший, короткий и точный. Вот Хархол. Удар слева сбоку. Пока все, хороший раунд. Красного Лига готовится к продолжению боя Фереристу Моленко. Замбер. Боксер 99-го года рождения. Боксом занимается 9 лет. На Лиге провел 100 поединков. 97-й, одержал победу. Боксер является победителем Африканских игр. Участник Олимпийских игр в Топе. Боксер 99-го года рождения. Закончен перерыв и смотрим второй раунд. Ну, вообще, конечно, надо отметить, что Эвериста Муленко относительно легко прошел предыдущих соперников. Ну, тут надо отметить, что там уровень соперников здесь Мул достался не самый высокий. А вот как раз касается Энхамара, то это уже такой качественный скачок наверх для Эвериста. Если он проходит, спортсмены из Монголии, показывает, что довольно неплохо прогрессирует. Но эта задача непростая для Эвериста. Рожка. Корпус сразу в голову, под разными углами атакует. Ну, и удар по корпусу. Есть. На выходе левой боковой уже от монгольского спортсмена не долетел до цели, хотя задумка была хорошей. Продолжение следует. На скорости пытается опережать Эвериста. То, что удар у него, пожалуй, не очень тяжелый. Но руки летят довольно быстро. Ну, и здесь, при этом пропуская удары, Харху даже не останавливается. Прежнему реализует свои задачи. Прямо налетел, да, и было столкновение головами еще от Эвериста. И хороший правый прямой в ответ от Хархус. Ну, правда, сейчас пропустил удар прямо под самый гонку. Риг-бэк. В синем углу рига готовится удовлетворение Аман Харху, Нанголия. Боксер 92-го года рождения. Боксер 12-13. На лиге вопросов 104 поединка 86-й боярой. Коллега Робедов. Боксер является 5-кратным чемпионом Аман Холи. Серебряный металлист арбийских игр 2019 года. Чемпион Азии 2021 года. И смотрим третий раунд. Сразу в корпус атаковал боец из Монголии. До этого чуть пореже пробивал именно в туловище. В основном были сосредоточены его усилия все на том, чтобы подловить ударом голову соперника. Сейчас хорошо подключил ноги Эвериста. Пару раз провалил соперника из Монголии. Ну и сам какое-то время подождал, будут ли активные действия. От Энхамара их не было. Но решил сам пойти вперед. И как-то посвободнее действует сейчас в третьем раунде Эвериста Муленга. Поймал кураж. Стоп! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ждем официального вердикта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Судей Победу одерживает Энхамар Харху. И мы его с этим поздравляем. Непростой бой. Монголия